Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Luxville и сегодня мы с вами будем исследовать невероятного зверя. Таких в природе не водится. Компания Jetson попыталась сделать из колхозника суперзвезду. Стильный и красивый велогибрид. А получилось или нет, сейчас с вами решим. Погнали! Друзья, и ведь что мы получаем по факту? Я, честно говоря, такого раньше не встречал. Во-первых, литые диски на колхознике. Сейчас, подождите, там строчить, что это же рабочая лошадка. Это же по грунту будет ездить, женёк. Ты чё тут лапшу кому-то там навешиваешь? Корейскую или китайскую? Смотрите сюда. Литые диски спереди и сзади. Вот в таком вот дууцветном комбинированном дизайне. Сами спицы у нас алюминиевые, а вот внутри они чёрные. Смотрятся вживую, как будто бы летающая тарелка, надетая на раму велосипеда. Реально круто. Плюс, когда в движении едете, вот этот веер, всё очень красиво, пропеллер выглядит. Ну, правда. Конечно, барабанный тормоз спереди несколько упрощает, я бы сказал, картину. Но всё меняется, когда мы смотрим на рисунок покрышки. Реально крутая резина. Я вообще даже не представлял, что на колхознике могут стоять такие классные, я бы сказал, стильные тапки. Ну, сами зацените, выглядит реально круто. Ну, конечно, вот эта кочерка барабанного тормоза сразу нас отсылает к тому, что, несмотря на весь внешний лоск, вот эти вот хромированные крылья, прекрасную резину. Здесь, кстати, наклейка CST, скорее всего, говорящая о том, что резина у нас CST. Пока аббревиатуру не увидел, но что-то мне подсказывает, что это именно она. А CST резина хорошая. Ну, благо, что китай. Итак, компания Jetson всё ещё не забывает. Мы получили красивые диски, классную покрышку, всё стильно, беленькая вилка, хромированные крылья. И тут, бах, рабочие. Я бы сказал, демократичные, надёжные, неубиваемые барабанные тормоза спереди. А вот сзади мы, конечно, получаем современную картину. Сань, покажи, пожалуйста, огромную гидравлическую машину тормоза. То есть здесь большой, я бы сказал, скутерный диск, который, даже если вы будете пользоваться только этим тормозом, будет совершенно спокойно с максимальной скоростью, а максимальная скорость здесь до 50 км в час, совершенно спокойно этот электровелосипед останавливает. Но оно и понятно, мы все с вами уже ездили на таких гидравлических тормозах, понимаем плюс-минус, как они тормозят. Поэтому здесь сомнений у меня не возникает. Я сейчас покатался, и, честно говоря, у нас передний барабан не настроен, мы сейчас его поднастроим. Поэтому я тормозил исключительно на задке, проблем никаких не возникло. Там, за тормозным ротором, и вот за этой прекрасной, я бы сказал, фатой, или что это, платье, не знаю, напишите в комментариях, что это такое, для чего это здесь нужно. По мне, это просто, опять-таки, какое-то украшательство, но не факт, что стильное. Там, за тормозным ротором, скрывается, соответственно, мотор-колесо. В номинале это все всем знакомые 500 Вт, в максималке 750 Вт. И, по большому счету, со старта, конечно, данная модель, а это у нас, я забыл сказать вам, что это Jetson Pro Max 20D. Сань, покажи, пожалуйста, на раме есть обозначение модели. Вот, Jetson Pro Max 20D Cherry Exit Edition, Luxury и все остальное. На самом деле, я еще раз повторю, что компания Jetson, как бы это, может быть, смешно не выглядело или не звучало, на фоне колхозника, это один из немногих производителей на российском рынке, которые берут китайскую технику, полностью адаптируют под нашего клиента, под наш рынок, и дают на это гарантию. И здесь продают. Поэтому мы сами используем эти велосипеды в своих домашних делах, поэтому вам их показываю. Сзади двойная амортизация. Значит, как я и говорил в предыдущих обзорах, на такие велосипеды с такой подвеской, с двойной амортизацией, здесь у нас есть регулировка по жесткости. Второй амортизатор чисто для отскока. То есть чисто для того, чтобы жопа не болтала, когда вы на него нагрузите какой-то значительный вес. При этом производители уверяют, что эта рама, хотя она алюминиевая, и сзади, видите, стоит седло, не багажник, не еще что-либо, а седло с уверенной спинкой, здесь уже спинка действительно кожаная, мягкая, хорошая, есть также подножки. Эта рама должна выдерживать до 200 кг нагрузки. Не знаю, так это или нет, те, кто эксплуатирует такую технику, напишите, мы почитаем. Сзади, понятное дело, есть, как и спереди, брызговички, здесь все аккуратно, катафотоотражатели, плюс получаем сигнал, давай, Саня, покажу, работает центрально, и есть, конечно же, поворотники. Честно говоря, этот велосипед будет жить в городе, скорее всего, жить на тротуарах, почему? Потому что здесь, ну, понятно, с точки зрения ПДД, на раме, во-первых, есть серийный номер, который носится в чек, и он прямо здесь лазером выгравен, вот, и плюс ко всему на мотор-колесе, конечно же, указывается мощность, и здесь все в рамках закона, 240 ватт, при этом все те же 60 вольт, 20 ампер-часов под сидением, и одна из гордостей, конечно, компании Джетсона, это то, что сюда можно даже установить, и это универсальная позиция, универсальное место аккумулятора, хоть 13 ампер-часовой аккумулятор, и получится, что у вас за, в принципе, небольшие деньги будет второй аккумулятор, и, несмотря на все это, вот с такими колесами компания Джетсон уверяет, что пробег на одной зарядке может достигать 90 километров. Напишите в комментариях, можно ли, можно ли на 60 вольтах 20 ампер-часов достичь 90 километров, но если, грубо говоря, ехать по тротуару 25 км в час, то вполне возможно, может быть, 90 нет, но если здесь сидит 65-70 килограмм веса, то, может быть, что-то приближенное к 75-80, опять-таки, повторюсь, с тротуарной ездой, может быть, и получится. Так вот, возвращаясь к теме тротуарной жизни, мы с вами увидели, что здесь, с точки зрения закона, все хорошо, единственное, когда вы едете по тротуару и поворачиваете куда-то во двор, откуда выезжает автомобиль, сзади у вас поворотники есть, и все хорошо, а вот спереди водитель не поймет, что вы поворачиваете во двор, например, с тротуара куда-то повернуть надо во двор, вот, хорошо бы, чтобы здесь были поворотники, это как плюс, потому что в предыдущих моделях, в кроссах и везде-везде эти поворотники, они уже поставили, но, может быть, будет рестайлинг, и там они добавят. Давай, Сань, посмотрим руль, значит, держатель для телефона, снизу, как обычно, по классике у нас USB-разъем, провод от него выходит, то есть свой девайс можно заряжать, соответственно, по левую руку у нас, обратите внимание, это же скутерные все грипсы, то есть это уже для нас знакомо, они удобные, хорошие, не прокручиваются ни в коем случае, видите, вот чуть-чуть провернул, но с какими усилиями? Ну, чуть-чуть можно провернуть, но это надо действительно прилагать усилия. Здесь у нас включается фара передняя, сейчас мы ее посмотрим, поворотнички, сигнал, и, соответственно, три у нас скорости, раз, два, три. С правой стороны достаточно демократичный борт-компьютер с подсветкой, но, как я вот, честно говоря, у нас на университетском проспекте дом 6, корпус 1, большой шоу-рум, я периодически там работаю продавцом-консультантом, могу сказать так, большинство людей, вот кто из колхозов, совхозов, деревень, приходят и покупают эту технику, впрямую говорят, что вот этого борт-компьютера есть еще кругленький, вот такой вот прямоугольный, вполне достаточно, потому что вот этот большой, если с ним что-то случится, куда потом с ним бежать, никто не знает, поэтому вот этот прям с ручкой стоит приемлемых денег, там что-то в районе тысячи-полторы, даже если вы упали, все это к фигам собачьим развалилось, разлетелось, заменяемые деньги, это все меняется дома на коленках, поэтому проблем никаких не должно возникнуть. По борт-компьютерам мы, в принципе, все это уже видели, двойное нажатие включает-выключает габариты, если задержать, то у нас меняется показание одометра, вот сейчас одометр, соответственно, есть вольтметр и трип, это за поездку. И вот эта прекрасная зелененькая кнопочка позволяет нам с вами, вот сейчас я, смотрите, выворачиваю акселератор, ее зажимаю и у нас включается круиз-контроль. Ну, когда Владимир поедет, он вам с удовольствием покажет, сзади гидравлика хватает очень хорошо. Посмотрите, вот я даже не вижу, это как будто, знаете, вот был в свое время такой автомобиль, от компании известный, немецкий, назывался он, посвященный там серии гонок, Миле и Мигло, и вот там был такой вот автомобиль, вот такого вот, как будто бы из ртуки сделанный. Очень выглядит, конечно, красиво, даже вот, несмотря на эти швы, они достаточно грубые, но при этом видно, что хорошие проваренные крепкие, цвет все прям очень выглядит гармонично и красиво. Я вот, честно говоря, не хотел бы его видеть, когда он проработал зиму, лето и весь такой уже прям поношенный. Не хочется, хочется его видеть вот таким. По мне, несмотря на общебрутальную, общетакую демократичную раму всех колхозников, благодаря этим колесам, вот этому окрасу, зеркальца, значит, сзади у нас сидушечка, спиночка, вот правда, сейчас в такую жару, сюда хочется положить чего-нибудь холодненькое, одеяльце еще сюда, покрывальце и отправиться куда-нибудь на берег пруда. Сюда кого-нибудь, попутчика какого-нибудь и поехать. Посмотрим, как он сейчас едет. Владимир поедет. Есть, не сказал еще, сигнализация. Понятно, что с брелка он заводится, с брелка выключается, есть сигнализация. На аккумуляторе есть, соответственно, ключ зажигания для того, чтобы он вытаскивался. Этот самый аккумулятор подседельный, естественно, есть штырь у нас открывающий. То есть, эту батарейку вытащили, сюда любую другую, которую приобрели вторую, установили и поехали дальше работать, путешествовать, все что угодно. И спереди корзина. И сейчас, помимо фары, мы посмотрим на корзину и послушаем ее тест на всякие звуки. Но вообще нет. Вот так вот, если сильно бить, то вот эта крышка, соответственно, если без нее, то вообще звуков она не издает. Ну и давайте надавим, по традиции, смотрите, амортизация срабатывает, кронштейн не гнется. Ну я прям сильно давлю, видно там, да, Сань? Ну то есть, корзинка 5-10 килограмм совершенно спокойно выдержит, это я вам точно говорю. Ну и в оконцовке нашего с вами обзора посмотрим все-таки, вот Сань, да, вот детали вот эти, посмотри, вот даже идет, казалось бы, трос для тормозов через свою проушину. Очень все сделано с вниманием, хотя же могли не делать, да, здесь болталось, висело, вот вы писали, что что за фигня, все сделано красиво. Фара светодиодная, понятно, что линза, скорее всего, имеет цвето-теневую границу, покажи, пожалуйста, Сань, да, все есть. Как бы к ней вопросов никаких, никаких, несмотря на то, что это достаточно бюджетная вещь, бюджетный электровелосипед, колхозник, и мы с вами все понимаем его предназначение, несмотря на это, здесь все, что нужно для комфортной езды и местами даже очень красивой, элегантной езды все есть. Красивые колеса, правильная фара, посадка, кстати, удобная, сейчас сидение поднято высоко, во мне 180 сантиметров роста, и смотрите, как я сажусь и сижу, реально высоко, удобно, и главное, что я иногда могу помогать, видите, нога практически выпрямляется до конца, я могу иногда помогать себе, соответственно, ногами на подъеме. Вот смотрите, даже сейчас разогнался, ну, правда, высоко сижу, вы сами, наверное, это видите. И посередине есть удобная, на самом деле, такая вот подставка для ног, и давайте тест на правильность, правильность колхозника. Я сейчас нажимаю гашетку, а педали стоят на месте, то есть, по большому счету, даже если вы случайно, и это такое бывает, переходя дорогу, зацепите педали, или наоборот, зацепите ручку газа, педали не начнут крутиться и не ударят вас. Поэтому с этой точки зрения здесь тоже все, с точки зрения электроники, сделано и настроено правильно. Еще один немаловажный плюс, помимо всего, что я сказал, это нахождение, правильное нахождение всей бортовой электроники под задним сидением, то есть, соответственно, лужи, дождь, снегопад и все остальное, конечно же, не повредят вашему электровелосипеду. Почему? Потому что здесь специальная корыца, даже если дождь, даже если что-то сверху намочили, или лужа, например, какая-то глубокая, хоть колесо все утопите, там ничего не произойдет. Ну что, давайте отправим Владимира покататься, сами с вами поедем в мастерскую, он вернется, мы откроем сидение и посмотрим, что за контроллер везет эту повозку. Поехали кататься. Друзья, всем привет, с вами Владимир, команда Люксвилл. Сейчас протестируем данный электровелосипед. Давайте начнем с максималки, у меня включена третья передача, газ в пол и мы погнали. На телефоне вы видите скорость по GPS. Смотрите, уже 45 километров, и мы еще все разгоняемся. 50, 52, 52, кроме этого часа, ну, что можно сказать, для данного вида техники, для колхозника, ну, больше не нужно. Эта модель, она идет на 20-х колесах, это ощутимо. У меня рост 170 сантиметров, и я прям почувствовал, что он такой высокий. По сравнению с предыдущей моделью, где колес поменьше. Что можно сказать о тягах, вот его свойствах? Ну, тягах, свойства, как и свойства всем вот этим колхозникам, такого формата, которые не монстры идут, они специфические. Ну, специфические в том плане, что он едет, тянет, но нет такой резкости разгон, то есть все это плавно. То есть я вот газ в пол нажал, и потихонечку разгоняюсь. Радует одно, что ничего не гремит, ничего не скрежет. Это, конечно, хорошо. Ну, мы, конечно, выполнили некоторые манхинации, то есть мы закрепили подножку, так скажем, которая вот такая центральная сзади. Мы ее просто притянули резинкой, да, за счет того, чтобы на кочках она не добизжала. И под аккумулятор сделали прокладку, чтобы аккумулятор сидел плотно в своем гнезде. И все, все звуки пропали. Вот мы едем по плохому асфальту. Здесь вот видно, что некоторые сделали ремонт этого асфальта, но лучше не стало. И звуков посторонних от велосипеда нет. Мотор здесь стоит бесшумный, не слышно даже, когда мы нажимаем газ, что он жужжит, и черт он делает. Все бесшумно происходит. Это класс. По тормозам. Я подтянул барабанный тормоз, и теперь остановка даже одним тормозом передним. Не проблема. И самое интересное, что барабанный тормоз обслуживает легче. Ну, в том плане, что настраивается он легко. В районе барабана подтягивается одна гайка, в случае того, что если у вас растянулся, допустим, там тросик, и все, и проблемы нет. Проблема вся ушла. Ну, а сзади гидравлика, то есть она эффективная. В любом случае нас может остановить в любой момент, даже может запустить колесо в юз. Это удобно. Зеркала я настроил, в них все прекрасно, хорошо видно, что происходит сзади. Здесь уже по-вашему усмотрению, можете ставить, можете не ставить их, кто как хочет. Сигнал у нас по левую руку. Также здесь есть выбор ограничения скорости, так называемый, да, то есть у нас есть первая передача, вторая и третья. Все это электронно, все это можно менять в процессе движения, любую выставлять передачу. Также есть поворотники правый, левый. Включение и выключение фары. Ну и, как вы можете заметить, мой телефон находится в держателе телефона. Он с USB разъемом снизу, здесь его можно подсоединить сразу в телефон, и все время у вас телефон в зарядке. Ну, допустим, если вы едете по навигатору, это удобно. Корзина спереди достаточно хорошая, она металлическая, и при этом сделана она лучше, чем это раньше было, когда она бренчала, потому что крышка верхняя была какая на соплях. Здесь все сделано намного лучше, все хорошо, и проблем не возникает. То есть, это тихая корзина, бесшумная корзина. Я ноги держу на педалях, мне так удобнее. Также много встречало людей, кто снимает педали и едет с ногами на платформе. Платформа здесь узенькая, не как у монстра, но монстра широкая. Здесь узенькая, но поставить ноги тоже можно, и в принципе тоже это комфортно. Есть круиз-контроль. Смотрите, кнопочку зажимаю, отпускаю, отпускаю газ, и все. То есть, мы едем, у нас ничего не уменьшается скоростью. То есть, мы едем на круиз-контроле. Это удобно в том плане, что если мы едем по прямой куда-то далеко, нажать кнопку круиз-контроля, и все, и спокойно можем рулить, и постоянно в напряжении руку не держать с газами. Ну, хотя вот я могу и без круиз-контроля ездить, то есть, не испытываю никакого дискомфорта. Обратил внимание, что педали такие добротные, металлические. Прям видно, что на педалях не поскупились. Как правило, устанавливают пластиковые педали. Здесь сделаны прям педальки четкие. Вот в данной модификации установлено сзади сидение для дополнительного пассажира. Что, в принципе, тоже неплохо. Но также, если вам оно не нужно, или, допустим, вы думаете работать в доставке, то никакой сложности нет. Там, купить багажник, там, за полторы-две тысячи рублей поставить его курьерский. И ездить с ним. Аккумуляторы здесь достаточно всем известные, взаимозаменяемые. Там, конечно, есть свои там хитрости с разъемами, с зарядными устройствами и с направляющими. Ну, а также у компании Jetson аккумуляторы есть дополнительные. Также они у нас есть в продаже. Если, допустим, подумать, что ему там мало одного аккумулятора и хочет взять с собой запасной, то сложности в этом нет. Велосипед маневренный, то есть, ну, как и всегда. То есть, мне кажется, он чуть-чуть полегче в управлении, чем монстр. Ну, вот, честно скажу, вот, кому мощностями нужны, да, то есть скорость, быстрый разгон, то данной модели будет выше крыши. То есть, образно брать монстр, но на нем не ездить быстро, да, то есть, не пользоваться его мощностями, ну, смысла никакого нет. Конечно, есть модификация Monster Cross, где внедорожные покрышки стоят с завода. Это, конечно, круто. Так, по амортизации. По амортизатору сейчас вот я проехал, на самом деле, весь маршрут и не обратил вообще никаких нареканий, да, то есть, и передняя вилка амортизирует, то есть, не отбивает и задние два амортизатора, они причем стоят два. Это с учетом того, что изначально производитель думал о том, что вы будете либо с грузом ездить, либо со старым пассажиром, что их хватало, чтобы они не пробивались, на отбой не уходило. Для такого серфинга вообще велосипед шикарен. Взять в деревню, на дачу. Эти велосипеды неприхотливые в плане своей работы, да, то есть, электроника у них здесь надежная, потому что очень большое количество данных велосипедов используется в доставке. А курьеры такие люди, которые отберут проверенные вещи и берут такие вещи, чтобы они были надежные, потому что им выходить из строя с работы нельзя. Поэтому данный велосипед – это рабочая лошадка, надежная и при этом еще красивая. Все-таки большие колеса, накат лучше. Русалдан пустил тормоз, конечно, ветер встречный. И он хорошо катится. Интересная модель, интересно посмотреть, какой у нас контроллер стоит здесь по заводу. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну и давайте переместимся в мастерскую, посмотрим, что же у него за контроллер. Всем спасибо, всем пока. Друзья, ну и в завершение, как уже водится по классике, как везде в наших обзорах, про Jetson D20 Pro Max, давайте заглянем в контроллер. Для этого, как я уже говорил в обзоре, нужно снять заднее сидение, после этого достать вот эту капну проводов. Здесь все стандартно, и по большому счету, вот как я говорил ранее, если вы нырять прям куда-то в подводу не будете, то в принципе гидрозоляции здесь и не понадобится. Вот такой вот контроллер. Смотрите, вот сейчас он включен, что-то там, значит, мигает лампочка какая-то. Вот, кстати, базовая гидрозоляция есть. Здесь, посмотрите, прокладочки. Здесь у нас все загермечено. Ну и с этой стороны тоже видно прокладку. Давайте посмотрим на сам контроллер. Контроллер 19, получается, ампер, что в принципе, 2 плюс-минус у нас, то есть, грубо говоря, 21 ампер, что в принципе достаточно базово является для любого колхозника. Но учитывать, что здесь колеса 20 дюймов, значит, получаем по сравнению с 18-дюймовыми колесами хороший, относительно хороший, я бы сказал, лучший относительно 18-х колес накат. А это значит, что аккумуляторная батарея, которая здесь стоит, должна в теории провозить больше, чем нежели на 18 дюймах. Все, друзья мои, все вроде бы вам показали. Уже, наверное, из колхозников выжимать нечего. Если вам нужен колхозник, то на рынке их огромное, так сказать, множество. Но есть вот такие, как Jetson, Promax 20D и вообще другие модели от этой компании, которые помимо всяких своих вот этих вот технических характеристик, дополнительных опций, зеркал в комплекте, плюс держатель для телефона, хорошие сборки и, главное, гарантии, дают полный контроль качества, начиная с завода и до вас, до клиента. Это очень важно на нашем рынке. Все, друзья мои, спасибо за просмотр. Если понравилось, поставь лайк, обязательно подписывайся и ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пошли в комментарии общаться. Пока. Пока.